Здравствуйте! Нам нужно упростить следующее выражение. 18х в четвертой степени минус 3х в квадрате плюс 6х минус 4, и все это делится на 6х. Есть множество способов выполнить это задание. Мы можем рассмотреть это выражение как 18х в четвертой степени, деленное на 6х, плюс минус 3х в квадрате, деленное на 6х, или же минус 3х в квадрате, деленное на 6х, плюс 6х, деленное на 6х, и минус 4, деленное на 6х. Если у нас есть выражение вида а плюс b плюс с, и все это делится на d, то это то же самое, что и а, деленное на d, плюс b, деленное на d, и плюс с, деленное на d. Надеюсь, это вам понятно. Если не совсем понятно, то представьте, что вы используете распределительное свойство только не умножение, а деление. Чтобы полностью разделить выражение на какое-то значение, мы можем каждый член этого выражения разделить на это же значение в отдельности. Можно рассуждать и по-другому. Это же выражение мы можем записать как 1 шестая х умножить на многочлен числителя на 18х в четвертой степени минус 3х в квадрате плюс 6х минус 4. Теперь видно, что мы на самом деле используем распределительное свойство умножения, чтобы получить вот такое выражение. Надеюсь, вы понимаете, что все это равнозначное выражение. Теперь попробуем упростить. Изначально у нас был многочлен, деленный на 6х. Сейчас перед нами ряд одночленов, каждый из которых делится на 6х. Попробуем их упростить. В этом нам помогут свойства степеней. Итак, 18х в четвертой степени, деленное на 6х. Разделим сначала коэффициенты. 18 делить на 6 – это 3. А теперь нам нужно разделить х в четвертой степени на х в первой степени. Хотя здесь просто х, но мы ведь понимаем, что это то же самое, что и х в первой степени. А х в четвертой степени разделить на х в первой степени равно х в степени 4 минус 1, или равно х в кубе. Переходим к следующему одночлену. Опять-таки, начинаем с коэффициентов. Минус 3 делить на 6 – это минус 1 вторая. Значит, минус 1 вторая. Затем мы делим х в квадрате на х. Мы уже знаем, что х – это х в первой степени. А х в квадрате разделить на х в первой степени равно х в степени 2 минус 1. Или х в первой степени, или же просто х. Далее идет одночлен с коэффициентом 6, деленное на 6. 6 делить на 6 – это 1. 1 можно не писать. Хотя давайте лучше напишем. И здесь я, пожалуй, тоже поставлю показатель степени 1, чтобы было понятно. А здесь у нас х разделить на х. Или х в первой степени разделить на х в первой степени. Можно поступить двумя способами. Мы знаем, что любое значение, деленное само на себя, равно 1. Или мы можем сказать, что х в первой степени разделить на х в первой степени равно х в степени 1 минус 1. Или х в нулевой степени. А х в нулевой степени равен 1. Можно рассуждать и так. Или, само собой, разумеется, что х разделить на х равно 1. Обратите внимание, что х в данном случае не должен равняться 0. Если х будет равен 0, значение всего выражения будет неопределенным. И, наконец, 4 деленное на 6х. Есть два варианта упростить этот одночлен. Минус 4 деленное на 6 – это то же самое, что и минус 2 третьих. А минус 2 третьих умножается еще на 1, деленное на х. Значит, умножить на 1, деленное на х. Давайте здесь запишем 4 умножить на 1. Можно поступить и по-другому. 4 мы можем записать как 4 умножить на х в нулевой степени, а х – это х в первой степени. Тогда, если мы разделим х в нулевой на х в первой степени, используя свойства степеней, то это будет х в степени 0 минус 1. Или х в минус первой степени. Поэтому мы, конечно, можем записать здесь х в минус первой степени. Но вы ведь понимаете, что это то же самое, что и 1, деленное на х. Таким образом, наш ответ следующий. 3х в кубе минус 1 вторая х плюс 1. х в нулевой степени равен 1. Значит, плюс 1 и минус 2 умножить на 1. Это в числителе. И 3 умножить на х в знаменателе. Вот и все. Или же в зависимости от того, что вы понимаете под упрощением выражения, можно последний член записать как минус 2 трети умножить на х в минус первой степени. Но если вы все-таки не хотите, чтобы в ответе была отрицательная степень, запишите предыдущий вариант. Надеюсь, все было понятно. До скорых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...